я могу бесконечно вопрос в том ребята а что мы с вами строим ну-ка быстренько в чате такой вопросик отреагируйте вот какая профессия какие две профессии вот здесь вот я изобразила вот я знаю абсолютно точно есть мужчина на вебинаре пусть нам они помогут а какие две профессии изображены на этих вот строитель вот моя профессия как бы кто-то увидел строителей кто-то увидел архитектора вот вы абсолютно правы что на этой картинки изображен дизайнер даже вот значит да строитель и архитектор абсолютно правильно вот и кто-то уже понял как бы в чем фишка да что я этим хотел сказать что действительно вот и тот и другой занимается строительством и мы тоже с вами строим наш бизнес только посмотрите как бы строитель это древние профессии которые включают в себя большой спектр узких специальности да то есть только как бы кто-то только обои клеить кто-то только циклюет полы там бетоном заливает там не знаю кто-то по дереву работает и так далее и естественно больших денег можно заработать если ты супер мега профессионал если ты прям какой-то красный деревщик если ты какой-то там еще что-то да то есть это и как правило вот такое образование но наша с вами задача стать архитектором да то есть как бы греческий переводится главный строитель то есть это специалист который делает сметы который видит не просто как бы здание который видит как бы и сантехнику и электрику и с точки зрения физики и геологии чтобы это там не трясло и там еще что то то есть это человек который обладает и знаниями во всех областях жизни и мне очень нравится это сравнение и мы с вами должны быть архитекторами потому что никакая морковка без спонсирования не будет давать результаты да как бы не такие команды без лидерства да без психологии без команд образования без мероприятия не будут развиваться и все это очень важно и конечно когда мы говорим об архитектуре бизнеса да как бы архитектором бизнеса быть то я сейчас не буду перечислять но просто прям вот егэ провожу в своей команде а помнят ли они о семи видах дохода дохода я говорю два часа ночи тебя разбуди и ты должен рассказать про 7 видов дохода в рефлей это очень очень важно абсолютно точно знаю что когда мы последние года работали там и на промостойке как бы мы про один вид дохода разговаривали да как бы 7 люди начинают сочинять люди начинают ну как бы забывать и вот у нас вчера не вчера как бы в этом ну недавно скажем так чехов приезжал полежает у нас была личная встреча мы чуть не до утра сидели с ним общались и когда мы попросили его владимир вы вот такой результат расскажите свою презентацию как вы сегодня рассказываете володя взял бумажечку и говорит а я вам сейчас расскажу про 7 видов дохода вот поэтому это классика и это нужно знать и об этом нужно рассказывать сделать так чтобы наши люди знали я это сейчас опять начинаю все проговаривать и конечно же когда мы говорим об архитектуре нужно понимать какую команду вы строите какое здание вы хотите мне как нравится название вашей команды империя роста и я сразу представляю не вот этот сарайчик который здесь на четыре кирпичиках стоит а вот это вот здание и вот фундаментом комплекса москва-сити было вбита 264 сваи диаметром 2 метра представляете какие огромные вот для того чтобы это здание удержать ребята а сваи это как раз лидеры сваи это как раз те люди которые благодаря вашему обучению благодаря вашим бессонным ночам стали зарабатывать и построили такой мощный бизнес и вот я абсолютно точно знаю что лиза супер мега архитекта да и ваши директора они тоже очень опытные люди и как раз их задача построить вот такое большое здание чтобы никакой ветер никакие катаклизмы не не смогли что-то сделать там с нашим бизнесом и сейчас под запись 8 принципов построения структур которые я вот сегодня о которых я говорю я говорю сегодня о том что вот как бы в своей команде мы говорим о классике и мы строим по три команды когда мы были в Абу-Даби у нас было выступление трех девушек из Индонезии одна выступала на семинаре и две на эксклюзивной встрече вечером перед архитской делегации одна из них строит две команды другая строит три команды то есть по три команды а когда стала выступать третья команда третья женщина она строит четыре команды вот Мазус не выдержал выбегает и спрашивает как бы ну как бы ладно ну ты вот там строишь две команды понятно золотой директор ну ты три ну да вот половина бриллианта как бы вот все это легко управлять бог любит строится там как хочешь вот ну ты-то четыре почему а она отвечает ну потому что когда новый человек меня спрашивает вот я зарегистрировался а где мне брать людей а ты им говоришь да люди рядом вот север юг запад восток и везде есть люди поэтому четыре как бы вот четыре же вот стороны света и везде есть люди поэтому вы знаете как бы кто-то две кто-то четыре в вашей команде свои законы а сегодня я рассказываю о том как мы это делаем и о чем мы говорим второй принцип это то что в каждой из этих веток колбасок морковок должны происходить какие-то активности и я говорю что если вы не управляете если вы не развиваете этот бизнес то до третьего поколения он будет расти как-то еще спонтанно ради какого-то чемодана ради какого-то там скидки я не знаю там еще что-нибудь там светодиодного сейчас все балдеют от этого светодиодного какого-то там лампы какой-то там да разными цветами вот кто-то ради лампы пригласить за третьего поколения будет расти спонтанно и только в глубину придется копать самому это большой труд это потери это бессонные ночи это как бы тяжело а никто не обещал что это будет легко о чем еще говорил нам полежать те принципы которые он пропагандировал 20 лет назад 10 лет назад это все сейчас строится что да я строю ты смотришь да ну как бы что это значит что я рассказываю презентацию на вебинаре в офисе на чайной встрече да вот пожалуйста да что смысл какой что три веточки и в каждой веточке должны происходить активности все успели идем дальше принцип дубликации что первые как бы нам всегда полежать рассказывать что в принципе американского солдата да бери больше кидай дальше вот приходишь ты в армию вот смотри я копаю вот копаю вот так стыкаю вот на такую глубину вот так поднимаю вот такой скорости бросая на 3-й день солдату второму тоже дают запад и следят ой ты не на ту глубину штык в открыл ты не на ту высоту подбросил да то есть как бы вместе и на 3-й день уже солдат как бы работает а дембель стоит и курит там в сторонке да и наблюдает вот у нас то же самое Да, то есть сначала вместе, и чем быстрее вы будете самостоятельнее, чем быстрее вы научитесь преодолевать свои страхи, все деньги лежат на сцене. Что такое сцена? Сцена – это выступление на вебинаре, сцена – это ваши самостоятельные презентации, сцена – это ваши домашние кружки, сцена – это ваши эксперты Тепанович. Чем быстрее вы превратитесь вот этого самостоятельного солдата, тем быстрее будет у вас рост. Следующий принцип – принцип глубины. Все настоящие лидеры уходят на глубину. И эта глубина зависит только от вас. В глубине лежат бонусы. То есть возможность собирать огромное количество денег, они лежат именно в глубине. И в свое время, когда я очень-очень быстро сделала бриллианта, мои спонсоры мне пришли в спонсорской мудрость. Они меня не просто поздравили, ну, как бы сказали бы, там, Наталья, там, ты бриллиант, поздравляю. Они взяли, как бы, и поздравили из-под выпадверта. Они сказали так. Наталья, мы тебя поздравляем, но желаем тебе как можно быстрее стать настоящим бриллиантовым директором. Потому что бриллиантовый директор – это не тот человек, у которого шея света. А бриллиантовый директор – это тот человек, который получает бриллиантовый бонус. И я думаю, ну, надо же, вот, е-мое, да, как бы, даже с поздравлением меня научили, да, поэтому я тоже хочу вам сказать об этом, что, да, есть звание, но если вы зарабатываете, если вы научились, как бы, ну, не будьте вы штирлицами, там, не будьте вы жадными, ну, поделитесь, сделайте так, чтобы ваши люди зарабатывали. Каждый каталог, ваша команда должна расти минимум на один уровень в глубину, а если это онлайн, то это, конечно, может быть, там и на 50 уровней в глубину. Каждый месяц, каждый, да, каждый ветки по 3-процентнику – это значит, что мы каждый новый каталог выращиваем менеджера. И это реально, и я думаю, что это в вашей команде такие же принципы. И если этот человек не хочет, то вот этот принцип лево-право, да, как бы, если он не ведет, если он не готов, если он только для себя покупает, там, сделайте шаг в глубину, посмотрите, может быть, там есть люди, кто хочет, а нету, посмотрите в этой веточке, посмотрите в этой веточке. Всегда можно найти, с кем работать, да, как бы, еще не хочет этот человек, еще углубились на один, посмотри, скажи, я тебе даю право первой линии, посмотри направо, посмотри налево, давай работать, вот бизнес, вот моя система, вот вебинары, вот сайт, вот спортирование, да, вот техника рекрутирования. То есть, как бы, вот этот вот принцип всегда искать, поднимитесь либо на шаг обратно, может быть, там кто-то развелся, кто-то женился, кто-то родил, и постоянно такое бывает, что вроде бы ты пошел в глубину, пошел, блин, все, ветка остановилась, не прорастает, ну, не прорастает, как бы я вот не пристал. Ну, вернешься назад, как бы, ой, а тут эта родила, уже с коляской ходит, ну, давай с ней буду работать, все равно эта ветка будет как-то развиваться. Следующий принцип, это принцип не ждать результатов быстро, как бы, принцип 20 уровней минимум, пока на 20 уровней вы не вырастите свою ветку, пока вы не проспортируете этого человека внизу и не пожмете ему руку, то значит, как бы, еще у вас не такой хороший бизнес, да, и нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. То есть, как бы, мы уходим на глубину, и когда я стала говорить о том, что у вас должен быть 20 уровень, у меня первое время, вот у новых менеджеров, у них глаза были квадратные, то есть, как это так? Потому что у одного чемодана первый-второй уровень, первый-второй, у другого чемодана первый-второй, третий, первый-второй-второй, у третьего сковородка, первый-второй, первый-второй, а у четвертого там еще что-то, тот вообще продает сам, да, как бы, и это не классика. Это как раз вот те фальшивые ценности, в которых сегодня есть сковородка, а завтра нет сковородки. И вот этот принцип, они вечны. Следующий принцип, это ищи тех, кто ищет и обучай их. Спонсировать людей, ключевых партнеров в каждой группе. И что значит спонсировать? И вот этот вопрос задавали тоже индонезийкам. А когда вы перестаете работать с этой веткой? Вы знаете, у меня появился вот директор, и она так говорит, ой, скорее бы вот подо мной открылся директор, я вот перекрещусь, как бы его зовут. Я говорю, слушай, когда под тобой появится директор, то только самое интересное начинается, просто другая работа, потому что твоя задача, чтобы как минимум три было директора в глубине, вот тогда ты можешь более-менее как бы расслабиться. То есть как бы лично, лично координируем работу этой вашей ветки, каждой веточки, не расслабляемся, пока там не будет нескольких директоров. И вот вы знаете, действительно, я поняла такой очень важный момент. Вот когда мы общались с Тевруком, да, это такой очень сильный лидер Алексей Теврук, вы все, наверное, тоже наблюдаете, слушаете его ролики, супер-мега-мотивационные. И как бы он подождите на Пентасевиче, как бы он, конечно, так вот прям очень пропитан этим лидером, да. Вот, и как работает Теврук? Да у него каждый день планерки. Утром и планерка вечером. Планерка утром, планерка вечером. Ребят, вот я как бы на сегодняшний момент у меня планерки проходят раз в неделю. Если я завтра принимаю решение и иду на результат, то только в таком темпе, когда планерка утром, планерка вечером, планерка утром, планерка вечером. И обычные вопросы, да, как бы какие у тебя новые люди, какой у тебя новый уровень глубины, кем ты работаешь сейчас, как бы кому ты проводишь встречи, кем ты вместе проводишь встречи, кто у тебя уже сам проводит встречи, познакомь меня с трехпроцентником, кто у тебя, какие у тебя есть вопросы. То есть смотрите, как бы, это как раз вот эта та ежедневная коммуникация, которая в вашей империи будет обеспечивать каждый день мощный рост. И вы должны сохранять этот темп, потому что у вас такой мега-лидер, это Риза, которая сквозь бомбежки, да, сквозь какие-то бомбардировки, она такое преодолела. И когда сегодня в вашей стране, в вашем городе есть все условия, да, мирное небо над головой, красиво, говорят, там у вас и пальмы насажали, и как бы все это фу-фу-фу, все там прекрасно. Ребята, да все условия есть для того, чтобы работать, поэтому нужно воспользоваться этим и делать по максимуму. Если Лиза во время войны в палаточных лагерях смогла сделать эти там 4, 5, 6 веток, помогая людям, у которых даже паспортов не было, да, я вспоминаю ее историю, когда она говорила, ой, да кому мы нужны, у нас даже паспорта нет. Да вы шведам нужны, как бы, да, может быть, вы не нужны здесь, как бы, а шведам вы точно нужны. Да, поэтому бери, не хочу, работайте сколько хотите, но под вашим контролем, вот этот темп, его нужно обязательно задать, он не берется из воздуха. Вот вы берете свои там несколько человек и начинайте утром, вечером, утром, вечером, что будем делать, что сделали, что будем делать, что сделали. Да, то есть, как бы, это вот Севрук, 10 лет назад, 5 лет назад, сейчас слушаешь, как бы, утром собирает всех, как бы, и обзвон делать, что будете делать, вечером, что сделали, что не сделали, почему, а что будешь делать завтра, как бы, да, то есть, вот оно и так. И всегда будут люди, которые будут, может быть, лучше, умнее, выше, сильнее, как бы, но мой принцип такой, сравнивать себя сегодняшнего с тобой вчерашним, потому что та Фоменкова, которая была год назад, это небо и земля, как бы, той Фоменковы, которая сегодня. Та Фоменкова, которая была две недели назад, это не та Фоменкова, которая сидит сегодня перед вами.